В первой части сериала зрители знакомятся со счастливчиками, которым повезло стать избранными. Миллионер Виджин Альд Харгривс отобрал их из 43 младенцев, появившихся на свет одновременно в разных уголках земли, чтобы развить уникальные врожденные способности детей, и создал специально для этого Академию Умбрелла. Повзрослев, каждый из них выбрал свой собственный путь. Однако новость о смерти приемного отца заставила избранных вновь объединиться, чтобы узнать причины его неожиданного ухода и предотвратить новейшую угрозу всемирного апокалипсиса. Неудачная попытка спасти мир раскидывает главных героев в новом сезоне во временном пространстве 1960-х годов. Многие из них становятся свидетелями ярких политических событий тех лет, начала ядерной войны между США и СССР, убийства Кеннеди. С помощью конспиролога Ириджина Дехаргривза, который еще даже не подозревает, что создаст в будущем школу для развития детей со сверхспособностями, пятый пытается разыскать сводных братьев и сестер, чтобы объединить их для новой миссии спасения. Пройдя сквозь множество испытаний, супергероям все-таки удается вернуться в 2019 год, где их ждет неожиданный сюрприз. Разрушенный особняк оказался невредим, Бен и мистер Харгривз живы и здоровы, а место Академии Амбрелла заняла Академия Сперл, где живут новые супергерои, невероятно похожие на них самих. Если следовать сюжету комикса, то в третьей части сериала команде супергероев предстоит сразиться с самыми опасными злодеями, которых мистер Харгривз собрал по всему миру и заточил в далекой космической тюрьме. Преступникам удалось вырваться из плена и теперь они угрожают безопасности планеты. Грядет тяжелое сражение, и только благодаря помощи воспитанников Академии Сперл у любимых героев есть шанс на победу. Также им предстоит узнать тайну своих двойников, у которых на костюме есть отличительный знак в виде воробьё. Американский фэнтезийный сериал от компании Netflix. Сериал снят по мотивам популярного цикла романов «Сага о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского. Сюжет первого сезона охватывает рассказы из книг «Последнее желание» и «Меч предназначение». Действие сериала разворачивается в вымышленном мире, населенном различными существами, включая опасных монстров. Задача главного героя фильма, ведьмака Геральта, уничтожение этих чудовищ за плату. Монстры и обычные люди не способны мирно сосуществовать. Чудовища опасны, поэтому люди прибегают к помощи охотников, обладающих особыми способностями. Их называют ведьмаками. Геральт из Ривии, один из самых популярных героев спасителей. Геральт предпочитает не ввязываться в конфликты, а просто выполняет свое задание. Но местные правители впутывают его в свои интриги, и теперь он вынужден оказаться посреди войны между Империей Юга Нильфгард и Северными Землями, а под его опеку неожиданно попадает юная девушка Цири. В сюжете ведьмака переплелись три таймлайна, касающиеся трех главных героев — Геральта, Цири и Енифор. Каждая из них начнет свою историю с 1249 года, 1187 и 1266 соответственно. Некоторые события у них будут общими, но хронологии для каждого сохраняются. Получается, что в каждом эпизоде будет рассказана история всех троих, но не всегда в одно и то же время согласно таймлайну. Гримм — американский фэнтези-телесериал, частично основанный на сказках братьев Гримм. Николас Ник Бергхард, Дэвид Джентоли — детектив отдела убийств полиции Портланда. Живет обычной жизнью, до того момента, как впервые видит схлынувшую ведьму. Сомнения Ника в своем психическом здоровье развеиваются с приездом в Портланд его родной тети Мари Кёслер, Хейт Бертон, которая объясняет ему, что происходит, рассказав, что Ник является потомком рода охотников, известных как Гриммы, с давних времен занимавшихся очищением человеческого общества от существ. Тетя объясняет и смысл его видений — это уникальная способность Гриммов видеть истинный облик существ даже тогда, когда они сами того не желают. Узнав об этом, детективу Бергхарту приходится стать частью мира существ, при этом оставаясь и частью мира людей. Ник — опытный полицейский с острым умом и способностью замечать малейшие детали и следы преступлений, анализируя которые, он и выявляет причину совершенного преступления и личность преступника. Зрелищный и затягивающий сериал об одном из величайших гениев всех времен и народов — Леонардо да Винчи, человеке, который не просто изменил мир, но и собственноручно создал будущее, на несколько столетий обогнав свое время. С одной стороны, в сериале бережно и максимально точно воссоздана атмосфера Флоренции на рубеже 15-16 веков, с другой — в нем много мистики. Поэтому смотреть онлайн-демоны да Винчи будет интересной тем, кому не безразличны истории и место человека в ней, и тем, кто предпочитает вымысел исторической правде. Имя Леонардо да Винчи окутано множеством слухов и легенд. Мыслитель, живописец, скульптор, архитектор, естествоиспытатель, анатом, изобретатель, он сочетал в себе несочетаемое и обладал невероятным количеством талантов. Демона да Винчи рассказывает о жизни и пути гения, о спасении Флоренции и отношениях с семейством Медичи, о поиске матери, простой служанки, которая родила его от господина, о любовной связи с первой красавицей города, о мистических видениях и головокружительных научных открытиях. Игра престолов — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов. Действие Игра престолов происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий. Основных сюжетных арок 3, первая посвящена борьбе нескольких влиятельных домов за железный трон семи королевств либо за независимость от него, вторая — потомку свергнутой династии правителей, принцессе-изгнанеце, планирующей вернуть престол, третья — древнему братству, охраняющему государство от угроз севера. В сериале поднимаются вопросы насилия и гражданской войны, положения женщин и сексуальных меньшинств в обществе, роли церкви и семьи в системе социальных отношений. Для сериала характерно отсутствие однозначно положительных персонажей, многие герои совершают спорные поступки и могут погибнуть на экране неожиданно для зрителя. В сериале присутствуют фантастические существа, драконы и нежить. Специально для сериала были разработаны искусственные языки. Действие сериала разворачивается за несколько лет до событий фильма 1982 года «Темный кристалл». Главными героями станут Гелфлинги Райан, Бриа и Эдит, которые выясняют, что зловещие скексисы повредили магический кристалл, управляющий законами вселенной, из-за них начинается восстание, способное уничтожить жестоких захватчиков. Оригинальный «Темный кристалл» увидел свет в 1982 году. Картина, созданная художниками кукольной компании Джима Хэнсона, рассказывает о волшебной стране. Веками ее населял миролюбивый народ гелфлингов. Всюду царило процветание и покой, но однажды произошла страшная беда, был поврежден «Темный кристалл», из-за чего нарушилась равновесие хаоса и порядка, а бедных человекообразных гелфлингов поработили воинственные злобные ящеры-скексисы. Храбрые гелфлинги Джен и Кира отправляются на поиски отколовшейся части кристалла, чтобы починить камень и спасти свой народ. Действие происходит в фантастической стране Равка. Могущественная страна Равка разделена на две части самой тьмой, где обитают опаснейшие монстры, волькры, и обычный человек не проживет и минуты. Народ называет это место тенистым каньоном, где расплодились чудовища волькры, которые питаются человеческой плотью. Только греши-маги, практикующие самое разное колдовство, могут противостоять существам оттуда. Алина и Мал, служащие первой армии, им выпала нелегкая задача перебраться через каньон на другую сторону, чтобы добыть оружие и продовольствие. Но Алина открывает в себе особый магический дар. Дракула, экранизация знаменитой книги Брэма Стокера. Джонатан Харкер едет к графу Дракуле, класс Банк, в Трансильванию, чтобы оформить его покупку недвижимости в Англии. По прибытии британец оказывается не только гостем, но и жертвой графа-вампира, который пьет его кровь ради омоложения. Харкер страшно ослаблен, но, собравшись силами, осматривает замок. Он находит других, чью кровь также высасывает граф. Тех, в ком еще сохранилось что-то от человека, кровопийца называет своими невестами. Когда вампир убивает англичанина, тот немедленно воскресает и бросается в реку. Через какое-то время тело Харкера находят в море. Его привозят в монастырь, где он приходит в себя, но его воспоминания спутаны. После расспросов со стороны сестры Агаты Ванфелсинг Харкер едва сдерживается, чтобы не наброситься на свою невесту Мину. В ужасе от своих кровожадных порывов, он пытается покончить с собой. Дракула находит своего сбежавшего гостя, но не может без приглашения вступить на территорию монастыря. Через открытое окно он объясняет раненому, что после укуса он не может себя убить.